у меня в хозяйстве завалялся вот такой насос диаметром 75 миллиметров после сервисного центра. у него сгорел электродвигатель и я хочу из этих двух корпусов сделать как раз печь ракету. здесь я уже начал выбивать электродвигатель обмотки электродвигателя. каким образом просто вставил в середину вот такую трубу и кувалдой начал сюда. и выбил до начала. вот до сюда. ну а теперь же нужно не помять край и выбивать. поэтому я просто вставляю. поставил вот так. вставляю и просто ударяю на стук. потихонечку выбиваю. сейчас выбью электродвигатель и у меня будет вот такая интересная труба небольшого диаметра как раз для того чтобы разогреть кофе или может быть не для небольших таких целей. сейчас выбью и продолжим. у нас есть задача соединить две эти части. вот таким образом я хочу приварить немножко обрежу. чтобы не заморачиваться как правильно вырезать. у меня есть программа которая выкройку сразу может сделать. сейчас покажу. программа которая делает выкройку для цилиндра для разреза под 60 градусов. сейчас распечатаю и перенесу на уже перерисую. вырежу и перерисую. я распечатал. сейчас все вырежу и перенесу на уже сам на саму трубу. и так я сначала пошел не совсем по правильному пути. неправильно выбрал вот этот шаблон. теперь я правильно выбрал. получилась одна вот такая выкройка. а это дырка. потому что я уже сначала неправильно сделал. начал вырезать и у меня вот такая ситуация получилась не очень правильная. но сейчас я все исправлю и вот это вот я уже нарисовал как будет правильно. ну а этот язычок я оставлю чтобы он перекрывал и низ. сейчас все покажу. ну что теперь я вот у меня просто на улице уже темно. переношу это отверстие и вырезаю еще и здесь отверстие в этой трубе. ну что же. в конечном итоге получилось вот так. я уже его немножко испытал. вот такое отверстие получилось в этой трубе. ну и я решил сделать не вот так. правильно было бы сделать так. а решил увеличить. для какой цели. чтобы когда я вставляю. я просто вставил и все. и уже готовое. чтобы собрать. чик и все. и можно вести домой. чтобы собрать. просто вставляю. и все. ракета готова. зачем я сделал. для того чтобы вот здесь осталось. закрылось вот это отверстие. и пепел здесь собирался. но вообще не для этого. для того чтобы она фиксировалась. я планировал тут как-то приваривать. а если вот есть этот язычок. он за счет этого язычка держится. раз. и теперь можно легко собрать. чик. все. и с собой брать. что я еще сделал. тут болгаркой разрезал. и некоторые по отгибал. иначе слабо выходит дым. и дымит. и не горит. а так в принципе все в порядке. собрал. в землю вставил немного. и нужно немножко придавить. для того чтобы зафиксировать. сверху конечно большая какая-то тара. греет плохо. потому что печка на самом деле маленькая. для кофе подогреть допустим. если большая кастрюлька. или большая кружка. вода горячая. но за счет большого объема. успевает охлаждаться. ну все. а тут. теперь покажу как. распаливать. очень удобно. интересно. и мало места занимает с собой. она не ржавеющая. ее можно легко помыть. и. она не пачкается. не слазит краска. в этом отношении не ржавеет. и в этом отношении она удобна. как распаливать сейчас все покажу. ну что же. теперь подготовили дрова. с тонких нужно конечно начинать. причем можно начинать с того что набросать сюда. а потом подпаливать. а можно сразу. сейчас правда ветер. подпаливаем. досточки. опускаем туда. как только разгорелось. можно подбрасывать более крупные. 1-2-2-3-2. и. и. с. а. и. уже начало. ждем пока разгорится. вот так я распалил. быстрее загорается когда запалить и кинуть сверху. тогда создается тяга. и потом уже отсюда подбрасываем для большего гореть. и все. теперь и у нас для утра кофе приготовить. есть готовить тут не получится конечно. немножко маловат размерчик. но подогреть воду, кофе, чай как раз не на большую группу людей. на одного на двоих будет как раз. но для начала нужно конечно раскочегарить. а потом оно уже горит. вот такая самоделка. повторяйте. подписывайтесь на канал. всего доброго. продолжаем. пока алло. а снова убегите.